Библейский портал экзегет.ру представляет Третья глава «Деяния апостолов». Я читаю перевод Международного библейского общества для библейского портала «Экзегет». Вторая глава открывает у нас проповедь. Это проповедь, которую произносит Петр в день Пятидесятницы. Но это пока просто слова. Хотя они очень большое производят действие, 3000 человек присоединяются к церкви в этот день. Но слов, наверное, мало. Однажды в девятый час во время молитвы Петр и Иоанн шли в храм. Обратим внимание, что еще они не отделились от храма христиане, то есть они участвуют в храме богослужений. Девятый час, начиная с рассвета, то есть это под вечер уже. В это время туда принесли человека, коллегу от рождения. Его каждый день оставляли у так называемых прекрасных ворот, и он просил милосты у него, входящих в храм. Ну, все как и бывает, да? Увидев Петра и Иоанна, которые хотели войти в храм, он попросил и у них. Петр и Иоанн пристально посмотрели на него, и Петр рассказал, взгляни на нас. Да, вот они это воспринимают как повод. Нищих полно, они все время есть. Но для них это повод. Человек поднял глаза, ожидая получить от них что-нибудь. Но Петр сказал, серебра и золота у меня нет, но то, что есть, я даю тебе. Во имя Иисуса Христа из Назарета встань и ходи. Он рискует, да? Сработает или нет? Его все знают этого нищего. Вот проповедь как действие. Причем интересно, что действие, помощь человеку, не огонь с неба, не что-то еще. А вот человек нуждается, они ему помогают. Вот образ христианского действия в этом мире. Причем обратим внимание, что они говорят, во имя Иисуса Христа из Назарета встань и ходи. Но они не говорят, а вот если ты поверишь, то тогда мы тебе поможем. А вот сделай сначала то и это, пятое, десятое. Нет, это дар, но дар во имя, да? То есть дар, который одновременно есть прославление. Нищий дрожался за Петра и Иоанна. Еще бы. И весь народ в изумлении окружил их колоннаде храма, которая называлась колоннадой Соломона. Ну, это просто одна из частей, колоннады или портик, место, где люди ходили, сидели там, прогуливались. Свободное такое пространство. Увидев это, Петр обратился к народу. Израильтяне, почему вас так это удивляет? Почему вы смотрите на нас так, будто это мы своими силами или своей набожностью сделали, что этот человек ходит? Бог Авраама, Исаака и Иакова, Бог наших отцов прославил своего слугу Иисуса, которого вы предали. И вновь, как и во второй главе, он говорит им об их ответственности. Там очень много людей, которые присутствовали во время распятия, может быть, молчаливо, может быть, даже криком «распни его», согласились с этим, да? И он не снимает с них ответственности, но он не давит на их вину, он лишь о ней напоминает. Просто говорит, как о факте. Которого вы предали, от которого отреклись перед Пилатом, хотя тот хотел освободить его. Но вы отреклись от святого и праведного и выпросили, чтобы вам освободили убийцу. Вы убили создателя жизни. И дальше вот он на эту тему уже не говорит. Но Бог воскресил его из мертвых, и мы этому свидетели. Имя Иисуса укрепило этого человека, которого вы видите и знаете, потому что мы поверили в это имя. И вера, которая дается через Иисуса, совершила исцеление на ваших глазах. И тут же он их даже как будто и утешает. Братья, я понимаю, что вы и ваши начальники поступили так по незнанию. Но именно так Бог исполнил то, что он предсказывал через всех пророков, когда говорил, что Христу предстоят страдания. Итак, покайтесь, обратитесь к Богу, чтобы ваши грехи были стерты. Чтобы от Господа пришли времена отрады, и чтобы Он послал предназначенного вам Христа и Иисуса. Имеется в виду, конечно, второе пришествие. Но Иисус должен оставаться на небесах, пока не наступит время, когда Бог восстановит все время, о котором Он давно возвещал через своих святых пророков. Ведь Моисей сказал, из твоих братьев Господь твой Бог поставит в себя пророка, подобного мне. Будьте послушны Ему во всем, чтобы Он не сказал вам. И всякий, кто не послушает того пророка, будет искоренен из народа. О том же говорили все пророки, начиная от Самуила, и те, кто был после него. Они тоже предсказывали эти дни. Вы же наследники пророков и наследники завета, который Бог заключил с вашими отцами. Очень важный момент, что христианская вера продолжает завет, заключенный с израильтянами. Вот часто от христиан можно услышать, ветхий завет, это все не нужно, не интересно, это все для евреев, а мы не евреи. Нет, это все нужно, интересно, более того, новый завет это раскрытие того, что в ветхом было заложено. Но не явлено. Он, то есть Бог, говорил Аврааму, через твое потомство получат благословение все народы на земле. Когда Бог воскресил своего слугу, он прежде всего послал его к вам, чтобы благословить вас и призвать каждого из вас отвратиться от ваших злых дел. То есть, по сути дела, что такое вот это самое явление Христа, его проповедь, его воскресение, это перенос, расширение круга тех, кого касается благословения, данное Аврааму, на все человечество с единственным условием. Люди должны принять этот дар, люди должны поверить в Иисуса. Вот его проповедь иудеям, язычникам и всем. И еще раз, они проповедуют спасение. Вот здесь Петр, но в огромной степени это его слова, но и другие говорят примерно то же самое. Они проповедуют не вину, не забывая о вине, но проповедуют избавление от вины, проповедуют спасение, проповедуют возможность присоединиться к этому завету с Богом. Как на это среагируют все остальные четвертая глава нам расскажет.